Добрый вечер. Это программа «Балтия. Неделя». Проект телеканала «Настоящее время». Чем запомнилась эта неделя? Тем, что шутки в сторону. Во всех Балтийских республиках на 20% подорожало электричество. Придется раскошелиться. Президент Эстонии собирается в антарктическую экспедицию. Абсолютно серьезно. Совсем не смешно. В Латвии местный блогер решил провести эксперимент. Можно ли выжить в латвийской столице, зная только русский. Да без проблем. А литовские чиновники выступили с критикой мультсериала «Симпсоны». Мы опять не шутим. У нас есть материал на эту тему. Но прежде всего на повестке дня громкий коррупционный скандал в мэрии Риги. Поэтому слово недели – коррупция. Так и произносится. Разве что у эстонцев с небольшим изменением – коррупцион. Коррупцион. Кто виноват и что делать? Сейчас расскажем. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе. Брал или не брал? Бюро по борьбе с коррупцией устроило обыск в кабинете мэра Риги. Мэр на свободе. Единственное решение, которое в такой ситуации может быть – уйти в отставку. Пить или не пить? Власти Литвы борются с пьянством. Итог противостояния. Только продажи неалкогольного пива, вина и сидра за прошедший год выросли вдвое. Ребятам о зверятах. Почему дикие звери больше не боятся людей? И надо ли бояться людям? В списке самых популярных и узнаваемых политиков Латвии наверняка он номер один. Он лидер партии, которая раз за разом побеждает на парламентских выборах. Он уже почти 10 лет бессменный мэр латвийской столицы. Он видный в Европе социал-демократ и одновременно тепло принимаем в Кремле. Он молод, энергичен, нравится женщинам. У него масса друзей, но и много недругов. В общем, он мужчина в полном расцвете сил. На этой неделе к Нилу Ушакову пришли с обыском сотрудники КНАБа, Латвийского бюро по борьбе с коррупцией. Их кресло под мэром Риги явно зашаталось. С подробностями Владислав Андреев. Журналисты караулят мэра Риги Нила Ушакова прямо около его дома. Главный вопрос, зачем к нему приезжали следователи КНАБ, Латвийского бюро по борьбе с коррупцией. Сотрудники КНАБ провели процессуальные действия. Детальнее говорить об этом я не могу. Могу лишь отметить их профессионализм и сказать, что моя совесть чиста. Обыски у мэра дома и на работе – это продолжение коррупционного скандала в муниципальной компании «Рига Сатексма», которая отвечает за весь общественный транспорт столицы. Оборот предприятия исчисляется миллионами. Пару месяцев назад в Риге арестовали его руководителей. Повод – уголовное дело о финансовых нарушениях при закупке у иностранных партнеров в Польше и Чехии новых троллейбусов, трамваев и автобусов. По факту речь идет о взятках на сотни тысяч евро. Подразумевается, что руководство города не могло не знать преступной схеме своих подчиненных. Вице-мэр Риги сразу после обыска ушел в отставку. Теперь с обыском пришли и к мэру. Против вас выдвинули обвинение? У меня нет никакого статуса. Планируете ли вы уйти в отставку с поста мэра Риги? Сейчас не вижу для этого оснований. Я всегда готов к любым вызовам. Но главный вызов сегодня – это обеспечить работу самоуправления. Оппозиционеры из так называемых латышских партий в Рижской Думе уже давно требуют отставки Ушакова. Обыски, говорят они, вполне весомый повод, чтобы освободить кресло. Примерно два месяца назад я назвал Ушакова лицом коррупции в Рижской Думе. Он подал против меня иск о защите чести и достоинства. Но теперь уже ни у кого нет сомнений, что он коррупционер. И отставка – единственный логический выход из этой ситуации. За отставку Нила Ушакова ратуют на самом верху и президент Латвии, и министры. Но уголовного дела против мэра латвийской столицы нет. Как, не нарушая законов, сместить Ушакова или распустить Рижскую Думу целиком – вот над чем сегодня ломают голову в правительстве Латвии. И в такой ситуации, конечно, я бы посоветовал и призывал бы мэра Нила Ушакова принять решение, единственное решение, которое в такой ситуации может быть – уйти в отставку. Ушаков – лидер самой популярной в стране партии. Согласие – то, что победило на недавних парламентских выборах, но опять осталось в оппозиции. Противники считают ее русской и прокремлевской. Обыск дал им очередной козырь в руки. Теперь, говорят они, согласие – это еще и партия жуликов и воров. В согласии огрызаются, мол, пока нет доказательств, все это лишь грязные политические игры. Положа руку на сердце, вы можете утверждать, что не брали, не давали, не предлагали никаких взяток? Точно, точно. Скандал вокруг мэра Риги широко освещался и в российских СМИ, как правило, под лозунгом «Наших бьют». Российские журналисты выдали в эфир утку о том, что Ушаков был задержан. И налицо очередная попытка латышских националистов скомпрометировать русского политика. Ушаков известен поддержкой русскоязычного населения и из-за этого не раз попадал под давление властей. Бывший следователь по особо важным делам Айвар Боровков вспоминает – громкие коррупционные дела Латвию уже сотрясали, и не раз. Вот только виновных политиков или чиновников, реально оказавшихся за решеткой, припомнить сложно. До этого я видел эти маски шоу, громкие задержания, громкие имена, которые дискредитируют определенных людей лично, эти должности и страну в целом. А в итоге дел-то нет. И поэтому, наверное, преждевременно говорить «хоп», пока процесс не завершился. Чем обернуться обыски у рижского мэра, непонятно. Латвийское бюро по борьбе с коррупцией пока комментариев не дает. И потому, как заявил сам мэр, работа Рижской думы продолжается в нормальном режиме. Владислав Андреев, Мария Андреева и Данила Жилинский. Балтия неделя. На связи с нашей студией Кристианс Розенвальдс, политолог, который нам сейчас все объяснит. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Розенвальдс, могли ли силовики нагрянуть к мэру Риди, так сказать, профилактически? Или у них действительно есть на руках явные весомые доказательства вины Ушакова, и тот реально может сесть в тюрьму? Ну, я не могу сказать про тюрьму. Я могу сказать только две вещи, которых я не знаю. Первое, что я не знаю, есть ли у наших служб реальные факты. Они их не оглашают. Второе, что мы не можем также знать, мы не можем знать, есть ли какой-то некий тайный заказчик, который сейчас использует эту ситуацию для того, чтобы решать какие-то свои вопросы. Ну, точно не знаю. Как минимум, он не объявился. То, что мы можем сказать, что да, есть обыски, есть потрясения на Рижской думе. И то, что очевиден факт, что на данный момент действительно изменилась структура, условно говоря, Рижской думы в том плане, что я не думаю, что она сможет работать так, как она работала до этого. Но она уже немножко ранена, если так можно правильно сказать. Чего в этой истории больше? Политики или реальной борьбы с преступностью? Вот почему я спрашиваю. Потому что мы знаем, что при всей внешней активности силовых структур в Латвии на скамью подсудимых никто из подозреваемых коррупции политиков или госчиновников практически не сел. Ну, это правда, что у нас есть очень много сильных театральных маски, шоу, как и называется в народе. Но нет людей, которые сидят на скамью подсудимых. Это правда. Я не исключаю, что сами люди из этих спецслужб при себе думают, что ладно, осудить-то мы не можем, но каким-то образом напугать-то мы можем. И я думаю, что они верят в то, что они делают какое-то правильное дело для себя. Они верят, что таким образом они борются на самом деле. По большому счету иногда сам процесс борьбы, он тоже не самый худший. Вопрос в том, что мы должны как народ наблюдать, чтобы там не было элемента привзятости. Но, безусловно, защитники Ушакова уже говорят о том, что вот таким образом латышские политики сводят счеты с русским политиком Латвии. Как вы прокомментируете этот тезис? Я думаю, что, еще раз, то, что мы живем в стране, где есть люди, которые хотели по национальным признакам иметь какие-то такие решения, это правда. Что там исключать, что такого нету? Но, с другой стороны, в этом случае я также думаю, что и здесь присутствует и обратное. Что, типа, с одной стороны, мы ведем себя, как хотим, по отношению к коррупции. А когда он нас упрекает за то, что мы там, типа, в чем-то пойманы, мы говорим, что мы являемся, типа, не из-за этого нас арестовали. Хотя это вопрос жандра, который используется по всему миру, да, там, не знаю, там, начиная в Америке с другой цветом кожи или, там, другими религиозными вещами в других странах. Это не новость. Спасибо. Это был политолог Кристианс Розенвалдс. Похоже, что коррупционный скандал вокруг мэра Риги и Рижской думы только набирает обороты. Так что к этой теме мы еще вернемся. Но уже не сегодня. Антиалкогольная кампания в Литве. Давно хотели рассказать вам эту историю, но ждали, когда пройдут зимние праздники, чтобы не портить людям застолье. Литва считается одной из самых пьющих стран в мире. Однако два с половиной года назад литовские власти объявили пьянству бой и приняли целый пакет антиалкогольных мер. Насколько сухой закон по-литовски изменил страну? Спиртную карту Литвы изучал Евгений Титов. Выпить в Литве раньше было просто, как сказать, с добрым утром. Пили и строители, и профессора, и члены Сейма. Ноябрь 2017-го. Журналисты поймали на рабочем месте депутата Линоса Бальсиса. Просят подуть волкотестер. 1,82 промилле, господин Бальсис. Не может этого быть. Скандал замяли, но уже тогда с трибуны звучало. С пьянством в Литве нужно что-то делать. Рамуна Скорбаускис – лидер победившей в парламенте партии «Союз крестьян и зеленых». Антиалкогольным законом Литва во многом обязана ему. С 2018 года спиртное в магазинах продают только до 8 вечера, а по воскресеньям – до трех дня. Плюс запрещена алкогольная реклама, а возраст продажи повышен до 20 лет. Как говорит Карбаускис, улучшение налицо. До принятия закона страна была на первом месте в мире по употреблению спиртного, а спустя год уже на втором. И это лишь начало. Не может быть воздействия за один год. Решения, ограничивающие торговлю, дают быстрое воздействие. Но запрет рекламы можно считать десятилетиями, когда он сработает как средство. В департаменте по контролю за наркотиками и алкоголем предлагают эспрессо или капучино, но хит сезона – фруктовый чай. Чтобы народ пил кофе и чай вместо водки, эти парни ловят продавцов, нарушающих антиалкогольный закон. За год выписали 210 штрафов. По предварительным результатам продажа алкогольных напитков уменьшается. Также снижаются показатели, связанные с фридом здоровью. Снизилось количество случайных отравлений алкоголем. Сторонники ограничений есть и среди покупателей. Раймундас сегодня решил взять покрепче, но признает, что выпивка – зло. Недавно в хорошем настроении полез на лестницу и упал. Теперь болит рука. Однако с новым законом, говорит Раймундас, в Литву приходит новая жизнь. В воскресенье в 6 часов звонит друг. «Раймас, я иду купить водки». «Дорогой мой, продают только до трех». «А-а-а-а!» Конечно, ругается, но вечером пьет чайок. Этот закон – хороший тормоз. Впрочем, у антиалкогольного закона немало критиков. Один из них – известный литовский журналист Андрюс Тапинос. В своем телешоу «Держитесь там» он говорит о новых ограничениях постоянно. Чем больше закручиваешь гайки, тем больше люди находят лазеек. Одни едут закупаться за границу, другие сидят в закрытых фейсбук-группах, где услужливые ребята предлагают привезти когда угодно и куда угодно. Выпивать у себя на студии Тапинос не запрещает. Мол, кому надо, тот все равно найдет возможность. Что алкоголь – национальная проблема, Андрюс, конечно, признает. Но нынешние меры называет косметическими. По его мнению, сами пьющие люди по-прежнему никому не нужны. После этого законодательства не последовало нормальной стратегии, как работать, как лечить, как их занимать чем-то, как с юным поколением, просвещение и тому подобное. Этого всего у нас нет, такого комплекса. Пробить брешь в законе действительно можно. В барах и ресторанах разрешено наливать круглые сутки. Но дело не в этом. Даже здесь лицам младше 20 продавать, казалось бы, не положено. Мне 17 лет. Руслан – участник нашего эксперимента. Вот его документ. Парню действительно 17. Ходим по барам в старом городе Вильнюса. Руслан пытается купить пиво, а мы незаметно снимаем. В этом баре продать отказываются наотрез. В этом – то же самое. А здесь даже не спрашивают паспорт. Короткий диалог с продавцом, непринужденная улыбка и пол-литра светлого ставят на прилавок. Я спросил, сколько с меня он спускал? 2 евро 50 центов. И все. Иногда антиалкогольные меры и вовсе выглядят фарсом. Рекламу алкоголя в международных журналах пришлось вручную заклеивать или вырывать. Я считаю, что этот факт является позорным. Он напоминает Средневековье. И это является огромным позором для международной репутации. Спор сторонников и противников антиалкогольного закона мог бы решить Литовский департамент статистики. Но данных за 2018 год еще нет. Зато есть тенденция. Потребление спиртного в Литве снижается уже 6 лет. Значит, дело не только в законе. Акцизы на алкоголь за последние годы значительно выросли, и люди покупают меньше. Впрочем, в торговые сети говорят о другом. Из Большой Европы приходит мода на здоровье. Только продажи неалкогольного пива, вина и сидра за прошедший год выросли вдвое. Популярность у покупателей немаленькая. Спрос на эти напитки, по нашему мнению, будет расти и дальше. И тут больше всего влияют тенденции здорового образа жизни. В соседней Латвии за здоровьем наверняка следят не меньше. Но и там с будущей весны обещают повысить акцизы. Ну а пока среди балтийских стран марафон по ограничениям выигрывает Литва. Литовское ноу-хау – водка в запаянном пластиковом стаканчике. Ровно 100 грамм. Такая штука стоит совсем недорого, и потому у пьющих людей пользуется особой популярностью. Но сейчас в семье и правительстве звучат голоса о том, чтобы ее запретить. Так что не исключено, что в следующем году Литву ждут новые ограничения. На вкус для кого-то сладкие, для кого-то не очень. Евгений Титов, Сержук Гавриленко. Для программы «Балтия неделя». Реально, сколько в Литве пьют? Словам мы не верим, так что пришлось изучать статистику балтийскую и международную. Заодно разобрались с вопросом, а сколько курят? Вредные привычки стран Балтии. Наша инфографика. Вредные привычки стран Балтии. Что они пьют? Как можно вычислить среднее потребление алкоголя в той или иной стране? Существует методология Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ учитывает все продаваемые в стране алкогольные изделия, переводит их под единый знаменатель количества спирта и делит его между взрослыми людьми старше 15 лет. Таким образом получается единица измерения. Сколько литров этилового спирта потребляет средний взрослый человек за год? По данным ВОЗ за 2018 год, меньше всех в Балтийском регионе пьют эстонцы. По 11,5 литров спирта в год. Средний житель Латвии выпивает за год уже 13 литров спирта. А вот Литва – явный алкогольный лидер. Причем во всем мире. Норма потребления спиртного на человека в Литве равна 15 литрам. Однако литовские власти категорически не согласны с данными ВОЗ. Они критикуют методологию Всемирной организации здравоохранения. По мнению Литвы, ВОЗ не учитывает, к примеру, многочисленных туристов, которые употребляют здесь алкоголь с удовольствием и в больших количествах. Получается, что в реальности сами местные жители пьют намного меньше. Таким образом, официальный Вильнюс приводит совсем иные цифры. 12 литров на человека в год, что сопоставимо с балтийскими соседями. Если все-таки опираться на статистику ВОЗ и в целом оценить картину по Европе, то самыми пьющими странами континента все последние годы признавалась Молдова, Литва, Беларусь, Россия и Польша. Не сильно отставала также Латвия, Эстония и Украина. Однако в 2018 году ситуация серьезно изменилась. Молдова и Литва по-прежнему в лидерах. На седьмом месте – Латвия. Зато Беларусь, Россия, Польша и Украина откатились в середину европейского алкогольного рейтинга. Туда же, где теперь находится и Эстония. В числе нынешних фаворитов теперь уже значатся Чехия, Германия, Ирландия и Люксембург. А меньше всех в Европе пьют жители Боснии и Герцеговины. Что они курят? Еще один показатель здоровья нации – количество курящих. По данным ВОЗ, литовцы гораздо выпить, но наименее зависимы от никотина. Курят здесь каждый четвертый, при этом женщины намного меньше, чем мужчины. В Эстонии пагубная привычка захватила почти треть населения, причем много курящих как среди мужчин, так и женщин. Но больше всего дымят в Латвии – почти каждый второй мужчина. А среди женщин одна из пяти обязательно будет с сигаретой в руках. Как алкоголь и никотин влияют на долголетие? В Литве, где, как считают ВОЗ, много пьют, но относительно мало курят. Средняя продолжительность жизни у мужчин 69 лет, у женщин 80. В Латвии, где наоборот много курят, живут почти столько же. Мужчины 70, женщины 80. Эстония по долгожительству – чемпион Балтии. При том, что эстонцы любят и выпить, и закурить. Показатель у мужчин без малого 74 года, у женщин 82. Получается, что здоровье зависит не только от правильного образа жизни, но и состояния медицины. А лучшая медицина в Балтийском регионе по всем показателям сегодня именно в Эстонии. Статистикой на этой неделе увлекались не только мы. Балтийские СМИ также охотно публикуют цифры и анализируют различные международные исследования. Так мы узнали про индекс восприятия коррупции. Андрей Лешкевич, о главных темах недели в интерпретации местной прессы. Чемпионат по коррупции Латвию признали самой коррумпированной страной Балтии. В мировом рейтинге индекс восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация Transparency International, Латвия заняла 41 место среди 180 стран мира. Это худший показатель в регионе, который с годами практически не меняется. Литва всего тремя строчками выше, а вот положение Эстонии намного выше – 18 место. Гораздо хуже обстоят дела у восточного соседа. Россия за 2018 год опустилась еще на 3 пункта, и сегодня в рейтинге коррупции занимает 138 место, поравнявшись с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Мексикой. Самой же коррумпированной страной мира признана Сомали, а самые честные государственные чиновники живут в Дании. Золотая Келли Эстонская спортсменка Келли Сильдару в США сенсационно завоевала сразу 3 медали на всемирных экстремальных играх по фристайлу X-Games. 16-летняя эстонка по отдельности отличилась во всех трех дисциплинах соревнований и взяла полный комплект наград – золото, серебро и бронзу. Получив совокупно за свои выступления 99 баллов, Келли Сильдару установила мировой рекорд в истории всемирных экстремальных игр. Борьбу с юной лыжницей из Эстонии проиграла даже олимпийская чемпионка – швейцарская спортсменка Сара Хефлин. При том, что именно она считалась фаворитом турнира. Но впереди у Келли Сильдару главный старт сезона – чемпионат мира по фристайлу. На нем Келли – дебютантка. Она впервые будет состязаться в мировом первенстве среди взрослых. Однако вся Эстония верит в ее успех. В Латвии на три месяца запретили ретрансляцию телеканала «Россия.РТР». В Латвийском совете по радиотелевидению решили, что программы российского телеканала разжигают национальную ненависть, что в Латвии запрещено законом. В качестве примера нарушений приведены слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал украинцев нацистами, антисемитами и бандитами, а также призвал некоторых из них вешать и расстреливать. А политик Владимир Жириновский в эфире канала «Россия.РТР» призвал к военным действиям на Украине. Латвийские чиновники заявили, что Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории. Литва против Симпсонов Все началось с жалоб некоторых родителей и граждан Литвы в национальную комиссию по радио и телевидению. Мол, американский мультсериал «Симпсоны» оказывает негативное влияние на детей. Комиссия признала, что мультфильм пропагандирует алкоголизм, многоженство, да и показывают его в неподходящее время. Чиновники предложили установить на показ мультсериала возрастной ценз с 14 лет и демонстрировать его только после 9 часов вечера. И вот спустя несколько месяцев «Симпсоны» отреагировали на все это лично. В одной серии герой мультфильма дает понять, что никогда не был в Литве, называя ее больным местом. Правда, создатели сериала уверяют, они не имели в виду ничего плохого, а шутки героев никак не связаны с претензиями Литвы к «Симпсонам». Просто так совпало. Да и напоследок еще пара-тройка новостей из серии «Ребятам о зверятах». Такой рубрики у нас нет, но впору ее заводить, поскольку местные жители все чаще и чаще лоб в лоб сталкиваются с детьми-животными. Встречи записывают на видео, и видео эти множатся с каждым днем. В Латвии, к примеру, легко можно кататься на лыжах и столкнуться с лосем. Похоже, этому гиганту просто стало скучно в лесу, и он вышел к людям полюбопытствовать, чего там все разголодились. Это, конечно, не характерное поведение для животного. С другой стороны, зверей в балке и все больше и больше, а охотников все меньше и меньше. Так что человек их больше не пугает. Настолько не пугает, что вот эта косоля посреди белого дня решила перейти дорогу на оживленной трассе Таллин-Тарт. Однако не рассчитала своих психологических сил и при виде машин впала в ступор. Дорожный хаос предотвратил эстонец Вяйно Сарап. Он без колебаний подхватил косулю, перенес даму через дорогу и с богом отпустил. Хоть кино снимай. Но таллинские киношники в это время снимали другой фильм. Тот, в котором киношников по округе добрых полчаса гонял дитя олень. Олень появился неспроста. Его специально, как актера, привели на съемочную площадку. Олень же играть отказался и сбежал. Характерно, что пока его ловили остальных прохожих, это происшествие совсем не побеспокоило. В общем, люди, звери, какая разница? Это была программа «Балтия недели». Тем, кто смотрел наш выпуск невнимательно, советуем зайти к нам на страничку в Фейсбуке и пересмотреть еще раз. Встретимся, как обычно, через неделю на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова